Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, репортеры программы в этом выпуске. Второй конгресс Международного движения русофилов объединил представителей из 130 стран мира. Форум многополярности. В Москве обсудили вопросы диалога культур и цивилизации. Защитники. В Музее Победы открылась фотовыставка, посвященная подвигу российских воинов в зоне СВО. А теперь подробнее об этих и других новостях. На втором конгрессе Международного движения русофилов собрались более 350 представителей из 130 стран мира. Мероприятие объединило новых сторонников движения и позволило создать дополнительные возможности для установления горизонтальных связей между Россией и зарубежными государствами. В инновационном центре Ломоносов МГУ собрались иностранные делегаты, объединенные дружественным отношением к России, интересам к ее культурному и историческому наследию, а также приверженностью традиционным ценностям. Работу Международного движения русофилов высоко оценил Владимир Путин. По его словам, оно способствует сплочению русского мира, популяризации достижений нашей национальной культуры и расширению гуманитарного присутствия на мировой арене. Россия продолжит развиваться как дружелюбная, открытая всему миру страна, будет проводить независимый, прагматичный, террорубивый внешнеполитический курс. Будем и далее содействовать демократизации международной жизни, ее развитию на принципах устава организации объединенных наций во всей полноте и во всей взаимосвязи. Напомним, Международное движение русофилов было создано в прошлом году на учредительном съезде в Москве. Оно выступило против развязанной кампании русофобии, а также в поддержку российского гуманитарного и культурного присутствия в мире с участием представителей самых разных стран. В опасности и культура, в опасности и развития культуры, поэтому я буду выступать за сохранение и переумножение русских культурных традиций и развитие связей с остальными культурами Европы и не только. Поэтому я считаю нужным и необходимым быть рядом с русским народом и русской культурой и поддержать в нужный момент. За минувший год Международное движение русофилов превратилось в заметную организацию, объединяющую людей со всех континентов. Я могу присутствовать, могу говорить по-русски и общаться по-русски, но это как моя вторая родина. Я учился здесь в России, учился в университете Патрисо-Лумумбе, а по образованию я юрист международный. А сейчас я работаю в Руанде, я работаю преподавателем, я преподаю право. Мне пригласили мои друзья, мы учились вместе в университете, они из Буркино-Фасо, я из Руанды. Мы стали друзьями, а сейчас я рад, что мы увидели после 23 года. В повестку дня были включены и программные положения, формулирующие стратегические цели и задачи Международного движения русофилов. Этот документ стал ориентиром для последующих инициатив и проектов. Позже в рамках Конгресса делегаты приняли участие в работе по трём секциям. Информационно-гибридная война, традиционные ценности и репатриация соотечественников. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». В российской столице завершил свою работу форум многополярности. Он прошёл под эгидой Международного движения русофилов при поддержке Министерства иностранных дел и администрации президента Российской Федерации. Мероприятие объединило интеллектуалов со всей планеты, не испугавшихся говорить о необходимости многополярного устройства мира, основанного на взаимном уважении. В инновационном кластере Ломоносов собрались представители государств Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки. Участники форума обсудили вопросы многополярного меропорядка, защиты традиционных ценностей, противостояния западной гегемонии, культуры отмены и упорно продвигаемому разрушению института семьи. Всё, что мы видим сегодня, — это разъединение человечества по различным признакам или объединение на основе антагонизма. То есть вот они, глобальные тенденции, которые, к сожалению, на всех скоростях внедряются в общественное сознание. Либо разъединение, либо объединение на основе антагонизма ко всем остальным. Мы задаём объединительную повестку. По словам российского философа Александра Дугина, сегодня человечество совершает могучий цивилизационный поворот. Многополярность в его представлении — это альтернатива философии. Многополярный мир — это прежде всего философия. Философия. В её основе критика западного универсализма. Запад расистски, империалистически отождествил себя с человечеством. Когда-то Британия объявила все моря и океаны своей собственностью. Западная цивилизация объявила своей собственностью всё человечество, прежде всего его сознание. Так сложился однополярный, однополюсный мир. Россия вступила в смертельную схватку с коллективным Западом на Украине против однополярного мира. Поэтому он старается задушить её санкциями и прямым давлением. Но победа России станет победой всего человечества. Китай борется с Западом на экономическом фронте. Исламский мир противостоит давлению в области религии и семейных ценностей. Африка перестает быть сырьевой и культурной колонией Запада, превращаясь в мирового гиганта. А Латинская Америка, представленная на форуме всеми её странами, уверенно продолжает путь антиколониальной борьбы. Вот почему-то о свободе сейчас мы слышим постоянно, а о доброй воле, той самой, которая вроде ещё пару десятилетий назад была одним из основных тезисов в выступлениях мировых лидеров, сейчас стали забывать. А почему? А потому что, когда говорят «свобода», чаще всего мы встречаемся с подменой понятия. Свобода всегда должна быть основана на доброй воле. Вот именно эта добрая воля является основой того самого объединения, которое предлагает наша страна и непосредственно сегодняшний форум. Форум многополярности ещё раз показал, что люди разных культур и религий могут свободно высказывать свои цели, предлагать пути развития мировой экономической модели и объединяться для созидания общего мира и процветания. В Музее Победы открылась фотовыставка «Защитники», посвященная подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции. В экспозиции представлены фотопортреты людей, находившихся на передовой. Их главной профессией стала защита Родины. Подробнее в материале Альбеке Ильясовой. За первую неделю экспозицию фотопроекта «Защитники» информационного агентства РИА «Новости», представленного в Музее Победы, посетили уже более 30 тысяч человек. Главная задача проекта – напомнить об освободительной миссии российских солдат. И когда мы смотрим в эти глаза, а здесь большинство снимков сделано просто на передовой, то мы находим в этих глазах, в этом взгляде, точку опоры. И они заражают нас своей энергией, решимостью, своим действием. И мы понимаем, что мы вместе. Автор фотографий – специальный фотокорреспондент РИА «Новости» Алексей Майшев. На открытии выставки он рассказал о героях своих фотоснимков. Среди них Владимир Полупалтиных, полковник, первый герой Луганской народной республики. Также в экспозицию вошли портреты полковника Алексея Быстрика, который служит в зоне СВО с первых дней спецоперации. И романаха Макария, внесшего огромный вклад в укрепление морального духа бойцов и многих других. Я надеюсь, что все мои парни, которые здесь есть, они все останутся живы. И через какое-то время придут, посмотрят уже все в наградах. И Музей Победы – это, я не побоюсь этого слова, хранитель истории. А это люди делают историю. Все, что хотел я передать, я перевел фотографиями. Пускай посмотрят. Вот настоящие мужчины, которые делают нашу страну великой. В рамках открытия выставки состоялось награждение победителей международного конкурса рисунков «Защитники Отечества. Заветом верны». Музей Победы провел его совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Центром военной спортивной подготовки «Воин», движением «Юнармия», волонтерами Победы и аргументами недели. Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В Милане завершилась девятая Олимпиада по русскому языку среди учеников русских школ дополнительного образования в Италии. Мероприятие было приурочено к 225-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и Международному дню родного языка. Финал и награждение победителей прошли в стенах русской школы «Гармония». Финансовое содействие мероприятию оказал фонд «Русский мир». В первом заученном туре Олимпиады приняли участие более 600 детей. В финал вышли 70 человек из школ Милана, Рима, Флоренции и других городов, а также культурного центра имени Скорина. В рамках Олимпиады прошел и конкурс по русской каллиграфии. Его участники записывали поэтические строки из сказок Пушкина. В Тунисе свыше 300 человек посетили День открытых дверей русского языка и культуры под названием «Любой без границ». Организаторами мероприятия выступили Тунисская ассоциация преподавателей русского языка и литературы в сотрудничестве с Координационным советом Организации российских соотечественников Туниса. На площадке Государственного лицея Амран собрались не только ученики этого лицея, но и молодежь, изучающая русский язык из других столичных районов и тунисских городов. Гостям показали танцевальные, песенные и музыкальные номера. Помимо этого лицеисты прочли художественные произведения, посвященные культурной дружбе между Россией и Тунисом. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, в городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания.